Я приветствую всех, кто присоединился к нам. Слава Господу за это первое богослужение в этом новом году. Я приветствую, драгоценные, с Рождеством вас и с Новым 2021 годом. Я поздравляю от всей души. Я уверен, что есть с чем поздравить, потому что у Бога есть прекраснейшие, удивительные планы для каждого из нас. И эти планы нам на пользу. Эти планы, Бог сказал, что они будут нам во благо, не на зло, не против нас. Бог не против нас, Бог любит нас, Бог любит каждого из вас. И я поздравляю с этой возможностью жить на этой земле, следующий 2021 год, жить вместе с Богом и видеть то, что Он будет делать в вашей жизни. Я надеюсь, что вы хорошо встретили этот Новый год. Интересно, как вы его встретили? Интересно, чтобы вы ответили на этот вопрос. Как вы встретили этот Новый год? Кто-то скажет, замечательно, прекрасно, хорошо. Кто-то скажет, ну как получилось, так получилось, вот так и есть, так и встретил, так и встретила. Дорогие, я хочу в начале этой проповеди задать вам такой вопрос. А как вы вообще считаете, есть ли место в вашей жизни для случайности, для событий, которые происходят просто в результате стечения обстоятельств, для событий, которые как-то случайно оказались в вашей жизни, и вот они происходят. Напишите в чате трансляции, дайте какую-нибудь реплику, например, «Я верю в случайности», или «О, моя жизнь состоит из случайностей», или напишите «Я не верю в случайности», или что-нибудь то, во что вы верите. Давайте будем общаться, давайте будем взаимодействовать. И пусть Господь направит нас сегодня в этих размышлениях. И мне хочется, чтобы мы посмотрели на Бога. Как он, интересно, относится к жизни? Планирует ли он или не планирует? На самом деле несложно проверить, как вы относитесь к случайностям. Например, если человеку задают вопрос, «Почему ты живешь в этом городе? Почему ты живешь там, где ты сейчас живешь?» И человек отвечает, «Ну, так обстоятельства сложились, но вот родители мои приехали сюда, поэтому я тут родился, здесь и живу, где мне еще жить. Так получилось, поэтому здесь я и нахожусь. А почему ты живешь в этой семье? Ну, а куда мне еще деваться? Кто-то скажет, ну, живу, потому что вот здесь родился, например, или женился, или замуж вышла, поэтому вот я и здесь. А почему ты работаешь на этом месте? Ну, так вот устроился, так работаем. Если вы отвечаете подобным образом, то по всей видимости вы верите в то, что случайно что-то может происходить в вашей жизни, просто под стечением обстоятельств, просто потому, что так получилось, так обстоятельства сложились, поэтому вы находитесь там, где вы находитесь, поэтому вы работаете там, где работаете, поэтому вы принадлежите той семье, к которой вы принадлежите. Но все-таки, а как Бог, интересно, смотрит на эту тему, как Он относится к случайностям? И вот что я вам хочу сказать, дорогие друзья. Я верю, что абсолютно все, что делает Бог, абсолютно все, что Он делает, Он делает прежде спланировав. Он что-то задумает, и Он это воплощает в жизнь. У Него нет никакой случайности, Он не делает ничего спонтанно, Он не делает ничего просто под влиянием каких-то обстоятельств, но абсолютно все, что делает Бог, Он делает спланированно. Но когда это спланированное Богом начинает происходить, то со стороны это может показаться чем-то обычным, чем-то просто заурядным, просто ничего особенного в этом нет, или даже случайно что-то происходит. И я обращаю внимание, что вот такую закономерность можно видеть абсолютно во всем. Посмотрите, как Бог сотворил этот мир. Он сотворил его настолько продуманно. В Библии, в самом начале Библии мы можем читать, как это происходило, как Он планировал и воплощал свои идеи в жизнь каждый день, день за днем. И в течение шести дней Он сотворил весь этот мир и после каждого дня давал оценку тому, что Он делал, и говорил, хорошо получается. Хорошо. А в конце подвел итог всей своей деятельности и сказал, что весьма хорошо. Просто здорово. Все, что я запланировал, у меня получилось. И это хорошо. И это классно. Но Он так все продуманно сделал. Что людям удается придумать теорию об эволюции. Им кажется, что все происходит само по себе. То есть, оказывается, можно даже придумать, что все естественно, одно вытекает из другого. Значит, жили-жили, потом что-то поменялось, что-то переродилось, что-то трансформировалось. И как-то все само по себе с годами происходит. Но мы-то знаем с вами, что Бог все спланировал, задумал и воплотил в жизнь. Но со стороны это кажется, как будто что-то вполне естественное, то, что происходит. Иисус Христос сказал такие слова. Евангелие от Матфея, 10 глава, 29 стих. Не две ли малые птицы продаются за осарий? То есть, обычное дело. Ну, птички, люди поймали этих птичек и продают. Захотел – поймал, захотел – не поймал. Захотел, кажется, посадил в клетку. Захотел – продал. За какую цену захотел, за такую и продал. Кажется, все так естественно и просто. Но посмотрите, Иисус говорит, и ни одна из них, ни одна из этих птичек не упадет на землю без воли Отца Небесного, Отца вашего. Оказывается, даже за этими мелочами стоит Бог, который определяет, какой птичке когда и где родиться, и какой птичке где и когда умереть. А Иисус продолжает. «У вас же и волосы все на голове сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птичек. У вас даже волосы все Богом продуманы, сколько там должно быть на голове у вас волос. И оказывается, даже это нельзя отнести в разряд случайностей. Удивительно, но кажется, что все происходит обычным образом. Дорогие, я хочу сказать, что верю, что Бог спланировал каждый день для нашей жизни. Бог в удивительной своей премудрости и силе смог спланировать каждый день для каждого из нас. Он может спланировать абсолютно все. Если даже жизнь птиц каких-то маленьких Он планирует, то тем более нас, людей, которые, по словам Иисуса, намного лучше и больше птиц. Мне кажется, один из самых удивительных примеров того, что Бог все планирует, но со стороны это выглядит как что-то обычное или даже случайное, это Рождество самого Сына Божьего, Иисуса Христа, которого мы праздновали, и 7 января еще будем праздновать и поздравлять друг друга с этим прекрасным праздником. Но когда это все происходило, это не казалось чем-то особенным, это не казалось чем-то божественным. Они шли по дороге в Вифлеем на перепись, и все шли, не только они, не только Иосиф и Мария, родители Иисуса, здесь земные, шли в Вифлеем на перепись. Многие люди шли, просто череда людей, потому что было объявлено, что должна произойти перепись, каждого человека нужно учесть. И вот для этого учета они шли в этот Вифлеем, и вдруг, когда они пришли туда, пришло время для Марии рожать. По-человечески вряд ли это было чем-то божественным, Иосиф должен был бегать и искать, где же найти место, где же найти пристанище, чтобы они могли просто остановиться, потому что написано, не было им места в гостинице. Так много было народа, такая суета вокруг. И подумать, что прямо сейчас, в этой суете происходит что-то великое. После этого момента все время на всей земле разделится на до и после. Время до рождения Иисуса Христа и время после рождения Иисуса Христа. Но прямо сейчас это невозможно по-человечески понять и оценить достойно. Прямо сейчас ему нет места, где родиться. Иосиф, бедненький, бегает по всему этому Вифлеему и пытается найти пристанище для себя и для своей жены, и для будущего ребенка. И все, что он нашел, это место в хлеву. Там, где окружали, там, где была скотина, там, где была кормушка для скота. И именно там, когда Мария родила, она спеленала и положила Иисуса Христа, Сына Божьего. Но мы-то с вами, читая Священное Писание, знаем, что об этом моменте пророки пророчествовали. Более того, мы с вами сегодня знаем, что этот момент был запланирован еще до того, как небо и земля были сотворены. Но когда пришло время этому состояться, этому событию совершиться, то тогда казалось, что это так просто, это так обыденно, здесь нет ничего особенного, и вообще, как будто никто не планировал, как будто это случайно сейчас что-то происходит. Но Сын Божий родился. И все это произошло. И мы сегодня с вами читаем об этом. Я уже не буду говорить много о том, как народ Божий, евреи, выходили из Египта, в котором находились в рабстве несколько сотен лет. И мы читаем в Библии, что Бог своей сильной рукой, используя разные чудеса, знамения, казни, над народом египетском, выводил свой народ. Но я думаю, почему, интересно, фараон не отпустил народ Божий после первой или второй, или даже третьей, пусть после четвертой казни. Но мы считаем, это же очевидно. Но зачем быть таким твердолобым? Но это же очевидно, что Бог сильной рукой своей задумал вывести свой народ, и он выведет, кто бы не противился ему. Я думаю, что ответ в том, что это не казалось чем-то вот таким божественным и сверхъестественным. Вы знаете, что сегодня многие люди считают, что это происходило очень естественно, что произошел какой-то вулкан, либо какие-то климатические резкие перемены. От этого какие-то бактерии появились в воде, значит, или пепел из этого вулкана оказался в воде, произошла химическая реакция, рыба в воде вымерла, и вода превратилась в красный цвет. И поэтому вот это первая казнь. А потом, значит, рыба вымерла, и там жизни не было больше, поэтому все жабы, лягушки, они выпрыгнули на землю. И вот она вторая казнь, все естественно, просто от того, что невозможно было жить в этой красной воде, отравленной пеплом вулканического происхождения, то все эти лягушки выпрыгнули. Но на земле они долго жить не смогли, поэтому они умерли все, они стали тухнуть, отсюда мошка, мошкара и так далее. Я не буду занимать много времени, чтобы рассказывать вам все это, но они говорят, что это все естественно. Нет ничего необычного в том, что происходило. Все просто, естественно, одно вытекало из другого. Ну, конечно, не спрашивайте, почему именно в Египте все это происходило, а, допустим, рядышком в земле Гесем, там, где жили, практически в этом же Египте, где жил еврейский народ, там никаких этих казней не происходило. Об этом мы умалчиваем. На эти вопросы мы не можем дать ответ. Почему говорят, что все так естественно в этом мире происходит, вот теорию эволюции, значит, пропагандируют, но мы все знаем, любой ученый знает, что все, абсолютно все, вот эта кафедра, вот этот микрофон, каждый из нас, мы все состоим из мельчайших частиц, молекул, атомов, других разных мельчайших частиц. И абсолютно все, и молекулы, и атомы, и все эти частицы, они двигаются постоянно и более того, абсолютно беспорядочно. То есть никто не может из ученых определить систему, по которой двигаются эти молекулы и эти атомы. И задается вопрос, и далеко не у меня у одного, конечно, возникал этот вопрос, как же все эти молекулы, атомы, из которых состоит каждый предмет, двигаясь хаотично и беспрерывно, постоянно в разных направлениях, как же у нас все остается в той форме, в которой мы видим. И ученые говорят, ну, существует межмолекулярная сила. Все же просто. Поэтому эта межмолекулярная сила, она притягивает эти молекулы, атомы друг к другу, поэтому ничего не распадается. Но так-то все нормально, по ученому звучит неплохо, только возникает логичный вопрос, а откуда же эта сила? А какого происхождения эта сила? Они говорят, ну, такая электромагнитная сила, то есть, ну, вот такая, хорошо, хорошая сила, но откуда она взялась? Что это за сила, которая все упорядочивает в этом беспорядочном мире? Откуда эта сила, которая не дает разлететься каждой вещи в разные стороны, хотя все молекулы, все атомы стремятся именно к этому? И никто не может дать ответ на этот вопрос. Мы с вами знаем, что абсолютно все создано и сотворено великим Богом. Мы с вами знаем, что абсолютно все происходит по Его воле, абсолютно все до мельчайших подробностей спланировано Богом великим и всемогущим. Но когда происходят Его планы? Когда происходят Его планы в нашей с вами жизни, то нам не кажется это чем-то сверхъестественным, чем-то это особенным и божественным. Нам кажется, что просто череда событий. И только ты можешь определить, какое у тебя будет отношение к тем событиям, которые происходят в твоей жизни. Либо это череда случайностей, либо это какая-то случайность, либо это Божий глубоко продуманный план для твоей жизни. Только ты можешь это определить. Если ты захочешь посчитать, что это обычное обстоятельство, просто стечение вещей, то, в общем-то, так и будешь видеть это все. Но если ты захочешь увидеть Божий план, если ты поверишь, что Божья рука направляет тебя каждый день, то тебе откроется новый путь, совершенно новый путь. Тебе откроются совершенно новые возможности, которых у тебя не было до этого. Возможно, возникает у вас вопрос. Какая разница вообще? Как я отношусь к этим обстоятельствам? Они все равно есть, они проходят, как-то мы проживаем, но предыдущий год прожили, но как-то прожили. Вот Новый год наступил, но тоже как-то проживем. Вот уже третий день в этом Новом году живем. Я вам хочу сказать, друзья, огромная разница, просто огромнейшая разница между тем, как ты относишься к своей жизни, к своим обстоятельствам, как к случайностям, как к череде событий, либо как к продуманному Божьему плану. Представляете, девушка празднует Новый год. Ай, ей здорово! Она гуляет, наслаждается до 7 часов утра, потом до 3 часов спит, отдыхает. Новый год – это такое время, когда можно просто погулять, насладиться жизнью. Да нет, она верующая, нормально все в церкви. Вот, она сестра наша, но она радуется жизни, радуется этому прекрасному празднику и потом может позволить себе отдохнуть, потому что каникулы, потому что время отдыха, потом просыпается, все у нее классно. Вдруг, делинь-делинь, она читает там вопрос, ты откуда поедешь на подростковый выезд? Подростковый выезд, подростковый выезд, два дня подросткового выезда. Оу, она вспоминает, что потом в воскресенье ей надо ехать в другой город, потому что она там участвует в служении в церкви. Оу, надо же подготовиться к сессии еще, там есть целый ряд работ, которые надо еще доделать. Оу, надо еще другую работу, оказывается, сделать, которую она вспоминает. И она понимает, у нее не получится, как ей хотелось бы. А ей хотелось, а она думала, что в течение этой недели она может просто почалиться, как говорит молодежь, и просто отдохнуть, просто вот расслабиться немного. И вдруг целый ряд вещей, которые надо сделать. Для нее это как стечение обстоятельств, которые просто обвалились на нее вдруг и расстраивают ее планы. Ну, хорошо, договорились, она едет на этот подростковый выезд, они служат там детям. Знаете, у нас молодежь служит детям, у нас благословеннейшая молодежь служит подросткам. И вы знаете, что молодежь иногда может повлиять на подростков больше, чем родители даже. Да-да-да, это правда. И у нас благословенная молодежь, которая может влиять, передавать ценности Божьим подросткам. Родители, если вы говорите на это «Аминь», если вы понимаете, что есть молодежь благословенная, которая может повлиять на вашего подростка, то озадачьтесь тем, чтобы найти друга среди молодежи для вашего подростка. Озадачьтесь тем, чтобы ваши дети, ваши подростки, они могли дружить, иметь дружбу с той молодежью, которая есть в церкви. Это так, в сторону. Я немножко. Вы благословенная молодежь. Если вы трудитесь и передаете ценности для подростков, для детей, то сложно переоценить это, тот вклад, который вы делаете. Пусть Бог вас очень сильно в этом благословит. Хорошо. Так вот, эта девушка, она все-таки едет на этот подростковый выезд, она служит там, там не все так просто. Там, знаете, вот подростковый период, возраст такой, которые не очень хотят, они слушаться там во всем, делать все, что им говорят, но в результате они вместе переживают присутствие Божие. В результате все так хорошо заканчивается. Она едет обратно домой и думает, о, как здорово получилось. А я еще думал, а может быть мне не поехать. Оказывается, так классно. А давайте промотаем еще немножко. Промотаем лет 10 вперед. И вот этому подростку, которому 12 лет сегодня, ему 22, он выходит из-за кафедры, потому что он только что провел потрясающее богослужение. Люди исцелялись на этом богослужении. Божье помазание текло через него, и он в силе такой выходит из-за этой кафедры и находит эту девушку и подходит к ней и говорит, я хочу сказать тебе спасибо. Помнишь тот подростковый выезд, где я так отвязно себя ввел? Помнишь, да, этот поступок? И ты мне тогда сказала вот эти слова, помнишь эти слова? Они повлияли на всю мою жизнь. Я не мог потом уйти от этих слов. Они из года в год преследовали меня, но в тот момент я принял решение посвятить свою жизнь Иисусу Христу. И слезы текли по его щекам, и эта девушка стояла и тоже плакала. Они поговорили и разошлись. И знаете, о чем она думала, когда она шла домой? Она думала, Боже, спасибо тебе, что я поехала тогда на этот подростковый выезд. Господи, но если бы я знала, что ты настолько сильно там будешь действовать, то я бы по-другому отнеслась к подготовке к этому выезду. Господи, да я бы ни одному этому человеку проповедовала, да я бы не только о нем позаботилась, да я бы постаралась прикоснуться к каждой душе, к каждому человеку, который был там, если бы я знала, что ты там собираешься так действовать. Но когда было это время, когда мне надо было ехать туда, все казалось такой обузой, все казалось так трудно, все казалось таким стечением обстоятельств, которое давило и не давало мне возможности отдохнуть на этих новогодних каникулах. Драгоценные. Я хочу прочитать вам одно местописание. Послушайте. Иаков. Иаков, вы помните, Иаков, замечательный Иаков, который бежал от гнева брата своего Исава, у которого он украл первородство только что. И вот он бежит, но сложно представить себе это какими-то божественными обстоятельствами, чем-то таким особенным и прекрасным. Он просто спасается, чтобы его не убили. Вот что мог взять в руки, то взял с посохом, сумочкой и побежал. Бежал, бежал, сколько было сил, чтобы Исав не догнал. Исав был более спортивным парнем. И вот бежал, бежал, этот Иаков, все, выдохся, спать пора. Он взял камень, который попался под руки, положил себе под голову и уснул. И снится ему сон. И в этом сне Бог начинает с ним разговаривать. И дает ему обещание, дает ему потрясающую перспективу. Иаков просыпается, продирает глаза. И знаете его слова какие? Иаков пробудился от сна. Это Бытие 28,16. Иаков пробудился от сна своего и сказал, истинно Господь присутствует на этом месте, а я и не знал. Дорогие, вот это то, что происходит часто с нами в нашей жизни. Потом, спустя время, мы думаем, Бог, оказывается, был в этих обстоятельствах, а я и не знал. Несколько лет назад у меня получилось иметь контакт через интернет с одним одноклассником моим. И он был такой, знаете, пил, курил, кололся, в общем, такой образ жизни неблаговидный вел. И я понимал, что он там где-то далеко живет, и вот мы с ним контактируем. И привет, привет, там как дела? Он там написал, мне как-то куча ошибок. Я понимал, ну да, Санек, как, в общем-то, учился, так вот и по жизни, видать, пошел, как-то так вот все не сложилось. Он говорит, он спросил, как у меня дела, я ему сказал, как у меня, спросил, как у него дела. Он говорит, да вот, болею, сердце там побаливает. Я говорю, все, будем на связи, классно. Я говорю, а я в церкви, я вот, и там что-то не получилось сильно долгий диалог иметь. Я думаю, потом я обязательно с ним поговорю. В прошлом, в конце прошлого года я узнал, что, оказывается, он уже пару лет как ушел в вечность. И я подумал, Боже, передо мной этот диалог, слово за словом. Я перечитывал все, перечитывал, и вдруг я понимаю, Бог был в этом контакте, Бог был в этом общении, а я и не знал. А я думал просто, ну, какое-то стечение обстоятельств, как-то мы вышли на связь, как-то получилось пообщаться, я еще успею, я потом еще пообщаюсь. Бог, оказывается, давал возможность. Я как-то коряво сказал ему о Боге. Я надеюсь, я надеюсь сегодня на то, что Богу удалось использовать эти корявые мои фразы о нем, которые я смог сказать, и что Бог смог оживить эти фразы в сердце этого человека, и что он спасся. Я не могу сегодня ничего больше сказать об этом, но я хочу сегодня смотреть на каждую ситуацию в моей жизни, не как на случайность, но как на божественный план, на божественное провидение. Каждая ситуация, каждый разговор, который у тебя был сегодня утром, он не случайный. Когда я понимаю, что нет случайности в моей жизни, и начинаю смотреть именно так, на все, абсолютно на все, что происходит в моей жизни, вы знаете, мне удается даже с эмоциями своими справиться, когда они лезут наружу, потому что кто-то говорит мне то, что мне совсем не нравится, и жена почему-то ведет себя не так, как я ожидал, чтобы она себя должна была бы вести, и дети мои меня сейчас раздражают, но вдруг я открываю глаза, о, Господь, Ты сейчас, Ты сейчас в этой ситуации, Ты сейчас допускаешь эту ситуацию, у меня все сразу меняется. Когда я понимаю, что прямо сейчас здесь Бог, я по-другому почему-то себя начинаю вести, ведь я осознаю, что дам отчет перед Ним, и тогда я начинаю стараться угодить Ему. Я думаю, что это касается любой ситуации, просто любой ситуации. Вот знаете, что сейчас происходит? Сейчас операторы нервничают, прямо сейчас. Они думают, куда он пошел? Куда он пошел? И они понимают, он просто уходит из камеры, просто мы его теряем, мы теряем, ребята, они переговариваются друг с другом. Если они не понимают, что это не стечение обстоятельств, если они понимают, что прямо сейчас Абсолютно все допущено Богом. Если бы это не было допущено, я бы, наверное, подскользнулся и прямо здесь упал на этом ковре. Но Бог допустил, я вышел из кадра, и если они это понимают, они говорят, оп-оп-оп-оп, не уйдешь от нас. И они будут оттачивать свое мастерство, чтобы меня поймать вовремя, не потерять из кадра, и у них получится. Я знаю, что у них потрясающе получается, и этот предновогодний вечер, который они сделали, знаете, почему они сделали? Потому что некоторые люди захотели смиряться, они решили смотреть не просто по-человечески, когда в их адрес говорили что-то неприятное, когда их какой-то пастырь корректировал, когда их наставляли, но они смирялись, понимая, что Бог сейчас что-то хочет с ними сделать, и Богу удалось с ними это сделать, Богу удалось произвести невероятное что-то в их команде, и они выдают сегодня прекрасный результат. Драгоценный Бог так любит каждого из нас. Он избрал тебя, Он оправдал тебя, Он очищает тебя, Он приготовливает тебя для своих великих дел, для своих удивительных планов, чтобы ты был способен сделать любое дело, которое Он тебе поручит. И каждый разговор сегодня, и каждая деталь в твоей жизни, твой муж, твоя жена, каждый из твоих детей, абсолютно все, твои соседи, там, где ты живешь, все невероятным образом призвано служить для того, чтобы ты был сформирован в точности, по замыслу Божьему. Нет никакой случайности, Он Бог всемогущий, Он рулит и рулил и будет рулить абсолютно всем в этом мире. Я знаю, что много вопросов, скорее всего, у вас возникает. Если Он рулит, то вам кажется, что Он как-то неправильно рулит, по всей видимости, потому что что-то происходит, не то, что вам нравится, простите меня, не ваше дело, не мое дело, не ваше дело размышлять, что тут правильно, что тут неправильно. Когда мы предстанем однажды перед Богом, никто из нас языком не сможет пошевелить против Бога, потому что мы увидим все, как есть, и мы поймем, что все было правильно, все было идеальным образом спланировано Богом для того, чтобы ты был спасен, для того, чтобы ты мог быть эффективным на этой земле, для того, чтобы ты мог быть счастливым на этой земле, для того, чтобы ты мог спастись и однажды прийти в Царство Божие, а не в погибель по своим планам, по своим делам, по своим поступкам и словам. Нет никакой случайности. Драгоценные, нет никакой случайности. Писание говорит, что только я знаю, говорит Бог, намерения, какие имею о вас. Намерения – это значит планы. Намерения – это значит то, что Он задумал, чтобы было в нашей жизни. И эти намерения, говорит Бог, они нам во благо, они нам не на зло. Они нам для того, чтобы дать нам будущее и надежду. Есть целый ряд мест Писаний, я не буду вам читать, я думаю, вы сами можете их найти. Целый ряд, много мест Писаний, которые говорят об этом. О том, что у Бога нет никакой случайности. О том, что Бог совершенным образом спланировал все для твоей жизни. И после этого, что нам остается? Нам остается только благодарить Его. Это первое. А потом нам остается, и что же нам интересно остается еще? Если вы понимаете, что каждая деталь в вашем дне спланирована Богом, что же вам остается еще? Я думаю, Бог ожидает от каждого из нас, от каждого из нас определенных поступков, от каждого из нас определенных слов. Он ожидает от нас, что мы сможем смириться в любых обстоятельствах, стараясь угодить Ему. Абсолютно во всем. Абсолютно во всем. Мне так много хочется вам сказать, сказать, но я думаю, что Дух Святой договорит вам. Итак, первая мысль, самая важная мысль, которую бы я хотел вам сегодня передать, она в следующем. В каждой ситуации мы можем видеть Божий замысел. Второе. Чтобы узнать Божьи планы, вы скажете, хорошо, если есть у Бога планы для моей жизни, если они настолько прекрасные и точные, если они есть для этого года, как ты смотришь на следующий год, на вот этот год в своей жизни? Как на стечение обстоятельств, в которых ты находишься, или как на Божий замысел самый лучший? Если все-таки как на Божий замысел, то тогда в чем наша с вами часть? Как нам понять этот Божий замысел? Писание говорит, что мудрый, например, видит беду и уклоняется от нее. То есть, оказывается, можно иметь какую-то мудрость, чтобы видеть определенные события, которые будут происходить. И не наше дело размышлять, они хорошие события, они злые события, они правильные, они неправильные. Наша ответственность – правильно поступать в этих событиях. И вот Писание говорит, что мудрый – это притча, 22 глава, 3 стих, и в 27 главе в притчах повторяется эта же самая мысль, что мудрый человек, он будет видеть, благоразумный там написано, будет видеть беду и сможет уклониться от нее, сможет правильно поступить. Чтобы узнать Божий план, я думаю, нам надо самим начать планировать. Итак, первое. В каждом дне я хочу видеть Бога, потому что верю, что для каждого дня есть Его совершенная воля. Второе. Чтобы узнать Божий план, чтобы узнать Божьи намерения, нам нужно начать планировать. Потому что Бог, который планирует, Он войдет в твои мысли, Он войдет в твои размышления, Он войдет в твои планы, если ты начнешь планировать. И вы знаете, это достаточно непростой процесс оказывается. Когда мы начали с семьей планировать, я попросил, чтобы давайте соберемся, будем планировать, мы сели, мы не знали, по большому счету, что делать. И мы разошлись все по комнатам, и каждый стал планировать по-своему. А потом мы опять собрались вместе, стали анализировать. Нам не хватило время. Мы планируем этим заниматься дальше и дальше, потому что это удивительный процесс. Когда мы начинаем планировать, у нас у каждого практически появился вопрос. Но это надо делать всегда. Потому что когда ты начинаешь планировать, тебе как будто что-то приоткрывается, ты начинаешь понимать, что Бог от тебя ожидает в этом году, в этом месяце, в этом дне. Знаешь ли ты, что ты будешь делать завтра? Скажешь, отдыхать, послезавтра отдыхать, послезавтра отдыхать. 11 числа, наверное, я пойду на работу. Очень примитивно, тогда просто есть обстоятельства, которые тебя направляют в этой жизни. Но есть Божий замысел. А почему бы тебе не планировать? Почему бы тебе не уделить время тому, чтобы помолиться и провести время с Богом? Господи, а какой твой план на этот год предстоящий? Господи, а что ты хочешь, чтобы я достиг в этом году? А что главное в твоих приоритетах? И ты начинаешь планировать. Я вам хочу сказать быстренько три вещи, которые помогут вам планировать правильно. Первое, когда вы сядете и будете планировать, будете мечтать, размышлять, пусть главной идеей в этих планах будет угодить вашему Богу. Потому что вне Его планов нет нашей жизни. Иисус говорит, если ты решишь для себя просто жизнь спланировать, ты просто ее потеряешь, у тебя ничего не получится, ты не сможешь понять тот лучший замысел, который есть у Бога для твоей жизни. Но если ты начнешь планировать ради Бога, если ты постараешься в этих планах, думать, размышлять, как угодить Ему, то тогда в Его планах ты однажды обнаружишь себя. Причем счастливым, причем успешным, причем достигающим серьезные вещи в жизни. Почему? Потому что самый лучший замысел о твоей жизни, он сокрыт в Боге. Потому что вне Его планов нет больше нас нигде. У дьявола нет планов для нас. У него есть только одна идея украсть, убить и погубить. У нас у самих, какими бы мы хорошими и умными не были, как бы мы ни старались сделать свою жизнь лучше, нет способностей, чтобы построить правильные планы для своей жизни. Самое лучшее, что мы можем сделать, это планировать, стараясь угодить Богу. И тогда обязательно мы обнаружим себя в Его планах. Аллилуйя. Второе. Когда вы будете планировать, знайте, что в Божьих планах нет греха. Там не может быть ничего греховного. Если вы запланировали построить церковь, но для этого вам надо своровать немного денег, то это не может быть Божьими планами. Я, может быть, утрирую, хотя, я, к сожалению, в жизни такие примеры есть, я их лично знаю, когда человек построил церковь, пытаясь кого-то впечатлить, и все смотрели, о, человек церковь построил, чуть ли не святой, или не святая, но на самом деле все понимали, что это наворованные деньги, и на эти деньги построен определенный храм. Да не будет такого никогда. Пусть в наших планах не будет никакой хитрости, лукавости, не будет никакой нечистоты и похоти. Пусть в наших планах будет святость Божья, и мы будем стараться угодить нашему Господу. И последнее. Когда вы будете планировать, пусть эти планы не будут закрытыми только для вас, открытыми только для вас. Пусть они не будут закрытыми, пусть они не будут в одиночке, потому что там, где Божий свет, там ты можешь посоветоваться, поделиться, там ты можешь с кем-то проанализировать свои планы, и Бог обязательно дарует тебе успех. Драгоценные, давайте в этом новом, наступившем новом году будем видеть в каждом дне Господа, стараться видеть в каждом дне Господа абсолютно во всем, что происходит в нашей жизни. Давайте будем иметь это откровение, что не происходит ничего случайного, ничего без воли Божьей. Но, если вы захотите пойти дальше и увидеть то, что Бог хочет совершить в этом году, и быть готовыми, и чтобы никакая ситуация не застала вас врасплох в этом году, то начните планировать. Бог может подкорректировать ваши планы, Бог может что-то изменить, но если не начать планировать, то тогда невозможно и увидеть Божьи планы. Пусть Бог благословит вас в этом новом, прекрасном 2021 году, пусть его планы откроются для каждого из вас, кто будет мечтать и планировать вместе с Богом, пусть никакая ситуация не застанет вас врасплох, какая бы она непростая ни была, пусть каждый из вас будет в числе мудрых, приготовленных, наставленных, вооруженных, способных пройти через любое время, которое нас ожидает в этом году. И пусть благодать Божья будет на каждом из вас, дорогие. Аминь. Аминь.